Премьер-министр Армении Никол Пашинян был загнан в тупик, выдавая нелепые ответы на вопросы ведущего передачи Hard Talk на канале BBC Стивена Сакура. Пашинян снова блеснул своей традиционной так называемой «формулой мира», заявив, что Азербайджан должен учитывать позицию армянского населения Нагорного Карабаха. Ведущий же, в свою очередь, рассказал о провокации Армении на границе с Азербайджаном на Тавузском направлении в середине июля и артиллерийском обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении. Журналист бросил справедливую реплику революционному премьеру Армении, ваша политика не основана на достижении мира. Избегая очередного неудобного вопроса, Пашинян голословно заявил, что Азербайджан начал военные действия против Армении, но так и не сумел привести аргументы. Стивен Сакур напомнил Пашиняну о его выступлении в августе прошлого года на оккупированной территории Азербайджана, Ханкенди. Отметим, что выступая тогда, Пашинян сказал, что Карабах — это Армения. «Вы говорили об объединении, понятно, что это была провокация против Азербайджана», — сказал ведущий. Пашинян попытался обосновать якобы принадлежность Нагорного Карабаха Армении и привел очень неубедительные и бредовые доводы. При этом в ходе эфира Пашинян опроверг версию официального Еревана, который утверждал все эти годы, что в последние советские годы 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана якобы составляли исключительно армяне. Давайте посмотрим в лицо реальности. В реальности в момент конфликта только 19%. 18% населения Нагорного Карабаха составляли армяне, признался армянский премьер. Во-вторых, вы предложили взглянуть на реальность. Реальность заключается в том, что на момент начала конфликта 19, нет, 18% населения Нагорного Карабаха составляли армяне. Стивен Сакура подчеркнул, что в конце 1980-х, начале 1990-х годов, вооруженные силы Армении совершили военные преступления в Нагорном Карабахе и на других территориях. Стивен Сакур заявил, что эти преступления были задокументированы многими независимыми наблюдателями и задал очередной вопрос Пашиняну, будете ли вы просить прощения за это. Вместо этого армянский премьер вновь отклонился от темы, заявив, что Армения всегда готова к компромиссу. Но ведущий повторил свой вопрос. В делах Европейского суда есть вопросы, связанные с нарушениями прав человека со стороны армянской армии. Вы попросите прощения за это? Но Пашинян снова уклонился от прямого ответа. Ведущий, поняв, что не получит ответа на заданный вопрос, бросил Пашиняну. Очевидно, вы не будете извиняться. Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал гостем программы «Харталк» BBC и опозорился. Он не смог ответить на острые вопросы ведущего Стивена Сакура. В целом, в ходе интервью Пашинян продемонстрировал не только свою политическую и историческую безграмотность, но и дипломатическую некомпетентность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok